Всем привет! Вы на канале Наталья Михайлова Рецепты. Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня я буду готовить салат, который называется ананас. Собирать салат я буду на вот такое удлиненное блюдо. На дно блюда я немного наливаю майонез. И первый слой мне будет отварной картофель. Картофельный слой распределяю ровным слоем. И формирую контур ананаса. Слегка присаливаю, прям чуть-чуть. И делаю сеточку из майонеза. Фиолетовый лук меленько нарезаю кубиками. И распределяю по салату. Следующим слоем я выкладываю куриное мясо. В моем случае это куриная ветчина. Я ее натираю на терке. Мясной слой у меня будет повторяться. Поэтому я половину добавляю сейчас. И вторую половину мяса буду добавлять вторым слоем. Также сеточка из майонеза. Следующий слой у меня маринованные огурцы. Натертые также на крупной терке. Сеточка из майонеза. Следующий слой яйцо. Майонез. Далее опять повторяю мясной слой. Еще раз майонез. Салат со всех сторон смазываю майонезом хорошо. И посыпаю сыром, натертым на мелкой терке. Теперь верх салата смазываю майонезом. И можно будет начинать украшать. Грибочки нарезаю пополам. И вот так вот выкладываю поверх салата на расстоянии. Вот так вот в шахматном порядке. Вот таким вот образом. Сильно близко их выкладывать не нужно. Между грибочками должно быть пространство. Мы это пространство потом будем еще закрывать. Вот я полностью обклеила весь свой салат грибочками. И теперь грецкий орех я натерла на крупной терке. Можно это сделать ножом, но я уже говорила, что я люблю на терке натирать. И засыпаю салат. Все просветы засыпаю грецким орехом. Подготовила зеленый лук. И вот так вот втыкаем перышки зеленого лука. Так вот. Лишнее обрезаю. То, что мне не нужно. И вот это вот лишнее я просто выкладываю вниз на тарелку. Вот и все. Вот такой ананас у меня получился. Салата получается много. Очень красивый, вкусный, сытный. Я думаю, вы тоже приготовите такой салат на праздничный стол. Он очень хорошо будет смотреться, особенно на новогоднем селе. Сейчас я буду готовить очень вкусный, красивый, праздничный, яркий, нарядный салат, который называется Красная шапочка. Собирать салат я буду вот на такое белое блюдо. Этот салат собирается без кольца. Отварной картофель натираю на крупной терке. И отправляю на блюдо первым слоем. Распределяю одинаковым слоем. Присаливаю. И делаю сеточку из майонеза. Нарезаю фиолетовый лук. Распределяю тоненьким слоем по картофелю. Теперь еще делаю тоненькую-тоненькую прям сеточку из майонеза. Прям совсем чуть-чуть. И теперь нарезаю кубиками куриную грудку. Оставляю где-то примерно чуть меньше третьей части кусочек грудинки. Я буду добавлять еще одним слоем. Тогда салат будет вкуснее. Отправляю на картофель куриную грудку. Делаю сеточку из майонеза. И буду натирать грецкий орех на крупной терке. Можно это сделать ножом. Можно перемолоть в бленды. Но мне нравится, когда орех перетерты на терке. Орех также распределяю по салату. Немножко на края обсыпаю. Также делаю сеточку из майонеза. Следующий слой натираю морковь на крупной терке. Слегка присаливаю. Прям совсем чуть-чуть. И сеточка из майонеза. Также оставляю одно яйцо для второго слоя. Присаливаю. Майонез. И теперь сыр натираю на мелкой терке. Оставляю маленький кусочек для украшения. Распределяю слой сыра по салату. Майонез. И теперь делаем закругление нашей шапочки. Закладываем все по второму слою. Хорошо смазываю весь салат майонезом. Чтобы выровнять края. Смазываю. Выравниваю салат. И теперь полностью обклеиваю его, обсыпая зернами граната. Ну что, вот так выглядит моя красная шапочка. Она по-настоящему зимняя, новогодняя. Для пушки я натерла сыр на мелкой терке и белок от яйца. Перемешала и получилась вот такая пышная пушка и помпон. И вот такая симпатичная шапка у меня получилась. И сегодня я буду готовить салат, который называется сугробы. Для рецепта мне понадобится... И первым слоем я буду натирать картофель на крупной терке. Распределяю ровным слоем. Сардину слила масло. И вот так вот разминаю вилочкой. Консерву выкладываю на картофель вторым слоем. Также распределяю ровным слоем. Следующим слоем натираю морковь на крупной терке. Эти слои я майонезом не смазываю. Морковь разравниваю. Слегка присаливаю, так как морковь сладкая. И делаю тоненькую сеточку из майонеза. Прям совсем чуть-чуть. Яйцо аккуратно, ровненько разрезаю. Достаю желток. А белки складываю. В желтки я натираю один зубчик чеснока. Большой у меня, поэтому один. Чуть-чуть присаливаю. Добавляю майонез. И разминаю вилкой. Теперь начиняю назад половинки белков. Так вот хорошо начиняю. И укладываю на салат. Одно яйцо я разрезаю поперек пополам. И так же его начиняю. И устанавливаю в середину. Яйцо сверху смазываю майонезом. И теперь сверху натираю сыр на мелкой терке. Сыр берите любой, который вам нравится. Так вот хорошо заполняю прям салат этим сыром. Вот и все. Вот такой, казалось бы, простой, но очень вкусный салат готов. Сейчас я буду делать закуску, которая называется мандаринки. Она очень красивая, очень вкусная. И по-настоящему праздничная. Итак, в первую очередь я морковь натираю на самой мелкой терке. Теперь яйцо натираю на крупной терке. И сразу же сыр натираю на мелкой терке. Теперь выкладываю яйцо и сыр. Добавляю куриную грудку, мелко порезанную. Теперь в яйцо, сыр и куриную грудку добавляю майонез. Хорошо перемешиваю. Я беру самый обычный салат. Я беру пакет. Кладу в него примерно столовую ложку моркови. Распределяю хорошенько, тоненьким слоем. И примерно половина столовой ложки я кладу начинки. Теперь вот так все поднимаю. Округляю, чтобы у меня морковь вся окутала начинку. Слегка скручиваю, чтобы получился эффект мандаринки. И разворачиваю. В итоге получается вот такая вот мандаринка. И укладываю на блюдо. И так проделываю со всем салатом. Ну что, мандаринки мои готовы. Теперь, чтобы еще больше они были похожи на мандарины настоящие, Я беру перчик горошком и делаю им стебель. Вот и все. Закуска мандаринки моя готова. А я желаю всем приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.